Как вы все знаете, этой весной чеченские власти начали организованную, санкционированную с самого верха, охоту на геев. И изначально, конечно, удобным достаточно предлогом для нерасследования являлось отсутствие заявлений со стороны пострадавших. Эта ситуация длилась достаточно долго, многочисленные официальные лица на это ссылались, и вот сейчас появилось заявление, но расследование все равно не ведется. Значит, в марте я продавал воздушные шары на проспекте, да, и у торгового комплекса такое хобби было. И вечером, буквально в 9 часов вечера ко мне подошли двое неизвестных мне мужчин, они были в гражданской форме, не в одежде даже в форме, да, а просто вот обычно одетые. Схватили под руки и повлокли в сторону машины. Было достаточно большое количество людей, в принципе, там были какие-то пытки меня спасти от них, потому что я кричал, звал на помощь, но бесполезно. Меня тут же запихали в машину. Затем меня отвели в камеру, то есть после того, как его сбили. Камера, ну одна ее четверть, это два на два камера приблизительно, одна ее четверть просто была залита кровью, причем она достаточно свежая кровь, то есть там несколько дней, я думаю, и она уже впитавшаяся в доски. На тот момент у меня уже был какой-то нервный срыв, стресс, и вот, наверное, до сих пор меня потряхивает периодически. Буквально через короткое время избили и меня, то есть... ...за 12 дней, которые я просидел, это в тюрьме, да, в этом, в подвале. Я, значит, спал буквально на картоночке, на полу бетонным, вот он там досками немножко заделан, вот под этой картонкой лужа в гигантской крови. У меня отбили буквально руки, ноги, а когда я уехал уже из Чечни, я буквально еле ползал. ...сеть эвакуировала, и которые находились в безопасности... ...это, скажем, 21 февраля был задержан Зелим Устерканов, сегодня уже можно называть это имя, насколько мы знаем, он мертв. И в его телефоне нашли информацию о других геях, и эта информация каким-то образом дошла до руководства республики. И руководство республики, по-видимому, удивилось тому, что в Чечне, оказывается, все-таки есть геи, и им достаточно много. ...интересы Максима, и который расскажет о том, какие имя... Наши информанты говорят как минимум о 15 людях, которые были отданы родственникам, и бесследно исчезают. ...это весной волну, которая описана в докладе Кримен Райдс Вочи... ...передавали родственникам, и при этом мы имеем многочисленные свидетельства наших информантов о том, что говорили примерно следующее... ...либо вы их убьете, либо мы их убьем. Так что это освобождение было весьма условное. То есть это преступления, которые власти не хотят совершать собственными руками, только собственными руками. Они втягивают в это все население. Они провоцируют людей на убийство своих родственников. Не было бы этих убийств в чести, если бы это не поощрялось, не пропагандировалось властями. Еще раз это повторю. Спасибо вам большое за... Спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.